А теперь я предоставляю слово его превосходству господину Рейсу Янгу, министру иностранных дел Корейской Народно-демократической Республики. Господин председатель, я хочу поздравить вас в связи с избранием на пост председателя знаменательной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи. Я надеюсь, что сессия под заголовком ООН в 70 лет «Путь вперед, ведущий к миру безопасности и права человека» увенчается успехом. Мы переживаем исторический момент и размышляем о 70-ти прошлых годах после учреждения ООН и думаем о будущем. Во-первых, очень важно извлечь опыт из успехов и также из провалов в работе ООН за последние 70 лет. К счастью, человечеству удалось избежать Третьей мировой войны за последние 70 лет. Это следует считать победой благородного идеала мира против войны, который мотивировал в основном основания и создания ООН. Вступив в новое тысячелетие, население мира, живущее за чертой бедности, было сокращено наполовину. Это также блестящая победа идеала сотрудничества в целях развития, которая является собой два основных принципа организации мирных наций наряду с миром. При этом мир никогда не был абсолютно мирным в последние 70 лет. Человечество никогда не жило спокойно. Мир познал сотни войн и вооруженных конфликтов, малых, больших, а некоторые из них подвели мир к краю ядерной катастрофы. Мир, который нужен человечеству, это не мир тонкий, как лед, а мир, который был бы твердый, как скала, прочный и постоянный. Это не тот мир, который получает раб, когда просто услужил хозяину. Это мир, основанный на достоинству, которое заслуживает независимый человек, и он должен им наслаждаться. Но такой мир пока что мечта человечества. Мир прошел большой путь, огромные изменения познал однако механизмы Организации Соединенных Наций, поддержание мира безопасности, мало отличаются от тех старых подходов, которые имели место в момент основания организации. Произвол демократической практики Совета Безопасности ООН не были исправлены. Из-за этого ООН, как святая международная организация, постоянно используется не по значению и превратилась в анаполистическую зону конфронтации, которую руководят отдельные государства. Результат состоит в том, что мир во всем мире и безопасности под постоянной угрозой, человечество уже привыкло жить под гнетущим облаком войны над головой. А вот это крупнейший провал, омрачающий 70-летнюю историю ООН, а также огромная проблема, которая стоит перед нами впереди. Если суверенное равенство, записанное в уставе ООН, не будет полностью воплощено на деле, постоянная практика доминирования, неравенства, несправедливости не будет ликвидирована в организации. Пока нынешние международные отношения не будут демократичными, организация не сможет выполнить свою миссию, не сможет отстоять международный мир и безопасность. Более того, организация опустится до статуса органа, где просто прячутся и камуфлируются те силы, которые как раз подрывают, уничтожают мир безопасности. Это основной урок, который мы должны извлечь, оглядываясь на 70 лет назад и на историю ООН. господин председатель. Буквально на каждой странице история Организации Объединенных Наций за 70 лет. Это история национального раскола, запятнанная горем и болью нашего народа в последние 7 десятилетий. В тот же самый год, когда была организована ООН, наша страна была освобождена от японского колониального господства, но при этом разделена на северо-юг другой страной. Та же страна сейчас занимает место в Совете Безопасности в качестве постоянного члена. В последние 7 десятилетий с самого начала своего основания до самого сегодняшнего момента Организации злоупотребляли и превратили ее в инструмент нарушения суверенитета, достоинства мира и безопасности нашей страны. Никто иной, как Временная комиссия ООН по Корее предала так называемую легитимность маневрам Соединенных Штатов, что и закрепило раскол нашей нации, сформировав отдельное правительство в Южной Корее в 1948 году. Также от имени сил ООН, войска Соединенных Штатов и 15 других стран-сателлитов использовались, когда они вступили в Корейскую войну в 1950 году. На 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 году была утверждена резолюция о аннулировании командования ООН и отводе всех иностранных войск из Южной Кореи. Как и все другие резолюции, против которых проголосовали Соединенные Штаты, данная резолюция так и не была выполнена. В настоящий момент в Южной Корее расквартирован огромный контингент количеством 40 тысяч войск. Это больше, чем количество войск США в любой другой стране. Главнокомандующие США в Южной Корее также имеют должность командующего ООН и крупные ядерные военные учения, проводимые несколько раз в год США и Южной Кореи в последние 70 лет, как раз и подчиняются тому самому главнокомандующему ООН объемных нации. Даже в 21 веке Совет Безопасности ООН по-прежнему совершает произвольные действия в отношении КНДР, что является вопиющим нарушением справедливости и международного права в сегодняшнем мире. существует такой международный порядок, который определяет использование космического пространства как суверенное право каждой страны. Более 10 стран запустили спутники, однако Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запретив только КНДР запускать свои спутники. помимо этого 9 стран в мире уже провели более 2000 ядерных испытаний. Опять же Совет Безопасности утвердил так называемые резолюции, запретив ядерное испытание только КНДР, которое провело только три ядерных испытания. В прошлом году Соединенные Штаты начали еще одну кампанию очернения КНДР Генеральной Ассамблении ООН в Совете Безопасности на основании доклада комиссии по дознанию по ситуации в области прав человека в КНДР, который был сфабрикован с учетом беспочных доказательств. Поэтому стало ясно, что ООН это лишь инструмент, который произвольно используется Соединенными Штатами. Наше освоение космического пространства в мирных целях это законное право суверенного государства, а ядерное испытание мера самообороны, чтобы противостоять враждебной политике ядерной угрозе Соединенных Штатов. Правительство КНДР полно решимости отстаивать со достоинства страны и сильно реагировать при помощи всех имеющихся мер самообороны против несправедливых действий в отношении мирных запусков спутников. Устав ООН предусматривает, что Совет Безопасности ООН действует, исходя из принципов справедливости и международного права. однако организация сейчас превратилась в хаотичную организацию и очень трудно даже разобраться что важнее устав ООН или резолюция Совета Безопасности ООН. Фактически это трагедия 21 века, что Совет Безопасности ООН, который имеет огромные полномочия действует так неразумно. над ней просто издевается одна отдельная страна. Господин председатель, в конце августа ситуация на корейском полуострове еще раз подошла к грани войны. Она сложилась в результате небольшого инцидента и непонятно какая там была причина, но стало ясно другое, что такой инцидент имеет место каждый раз, когда проводятся крупные совместные военные маневры и учения США и Южной Кореи. В осуществлении своего права как государство члены ООН и, как это записано в уставе ООН КНДР, направило в Совете безопасности информацию об агрессивных и провокационных крупных совместных военных учениях в США и Южной Корее. требовало поставить это в повестку у дня Совета, поскольку это серьезная угроза международной мира и безопасности. Также она передала и инцидент, имевший место в августе в Совет безопасности, однако Совет хранит молчание каждый раз после этого. Какие меры может предпринять ООН, когда сам главнокомандующий ООН командует крупномасштабными военными учениями, что приводит постоянно к нагнетанию напряженности. Есть и другие исключительно странные явления, которые по простой логике просто не объяснишь. Прошло более 20 лет после того, как Кайдер приснился к ООН, но в Мунджане по-прежнему сохраняются флаги Кайдер и ООНа друг напротив друга. Иными словами, ООН это организация, которая находится в стане войны с одним из государств членов и оружие нацелено друг на друга. Различные генеральные сетеря ООН говорили о том, что главнокомандующий ООН не должен быть механизмом под контролем ООН и что Совет безопасности только может решить вопрос о закрытии этого механизма. В конечном счете, это означает, что институт главнокомандующего ООН не может быть никогда размонтирован, пока США являются постоянным членом Совета безопасности с правилом ВЕТА, и пока США не согласятся с этим. То есть, создается такая ситуация, что ООН равна Соединенным Штатам, поскольку войска США это просто силы ООН расквартированы на Корейском полуострове. В интересах международного мира и безопасности, а также для благополучия и процветания корейской нации, организация ВНИОН должна поддержать первоначальные цели и принципы Устава ООН и решить вопрос о своих аномальных отношениях с КНДР. Августовский инцидент четко показал, насколько хрупким является мир на Корейском полуострове и насколько ненормальные отношения сложились с ООН Один из выводов в результате хладнокровного анализа этого инцидента в том, что нынешнее соглашение о перемирии в номинальной форме не может больше являться залогом сохранения мира на Корейском полуострове. Это соглашение не содержало никаких положений, которые позволяют агрессивные провокационные крупномасштабные военные учения. Вопрос о замене данного соглашения мирным договором требует смелого решения Соединенных Штатов прежде всего, хотя межкорейские отношения сейчас вступили в этап разрядки при помощи многих усилий. мы еще не достигли желанного. Далее надо сказать, что даже небольшой провокации может привести к резкому улучшению трений и заморозить отношения между севером и югом за момент. Пережив августский инцидент, мы видели, как весь мир затаял дыхание и стало сегодня просто необходимым поменять соглашение мирным договором без всяких промедлений. В отношении обеспечения мира на корейском полуострове имеются вопросы, которые нужно решать северу, югу, а также другие вопросы, которые нужно обсудить КНДР вместе с Соединенными Штатами. В 1953 году было подписано соглашение о перемирии между корейской народной армией и китайской рульской армией и силами он с другой стороны. После отвода иностранных войск только КНДР и США являются сторонами, которые имеют военные прерогативы в отношении вооруженных сил, которые сейчас развернуты на корейском полуострове. Именно Соединенные Штаты контролируют военные операции Южно-корейской армии и также следят за соблюдением соглашения. Пора США быть готовы к подписанию мирного договора о правительстве КНДР готовы провести конструктивный диалог с тем, чтобы не допустить войну и конфликты на корейском полуострове, как только США согласится заменить соглашение о перемирии на мирный договор без того, чтобы говорили о чьей-то провокации через СМИ. Если Соединенные Штаты изменят политику смелым образом, то драматически к лучшему изменится ситуация в области безопасности на корейском полуострове. В конечном счете, это приведет к решению вопросов безопасности интересных для Соединенных Штатов. Это лучший вариант, который у нас есть, и лучшие решения, которые мы можем предложить на этом форуме ООН, когда мы оглядываемся на последние 70 лет и смотрим на путь вперед. Господин председатель, КНДР решительно убеждена, что срочная замена соглашения о перемирии мирным договором это путь обеспечения мира и безопасности на корейском полуострове и путь изменения ненормальных отношений между КНДР и Организацией Объединенных Наций. Более того, исходя именно из этого, мы будем делать все, что можем, чтобы помочь ООН оставаться верной своим идеалам, целям, принципам, уставам. И мы с своей стороны обещаем предпринимать искренние и энергичные усилия в этих целях. Благодарю, господин председателем. Я благодарю министра иностранных дел Корейской народодемократической республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова